Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Ну и с соответствующими решениями, конечно. Вы знаете, насколько это тяжелая и острая проблема, Крайне острая проблема для нашей страны в особенности. Если говорить откровенно, алкоголизм приобрел в нашей стране характер национального бедствия. Напомню, что по данным Минздравсоцразвития в России на каждого человека, включая младенцев, Сегодня приходится около 18 литров чистого алкоголя, потребляемого в год. Сами можете пересчитать это в количество бутылок водки. Дух захватывает. Это более чем в два раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения определила как уровень опасный для жизни и здоровья человека. И естественно, что этот уровень просто грозит деградацией нашей стране, нашему народу. За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер, ужесточенные условия производства и оборота алкогольной продукции, Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного, Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде, Но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменений говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Нужно честно об этом сказать. Просто упорядочили ситуацию и все. Алкоголь и суррогаты алкоголя – одна из главных причин высокой смертности. И наши сегодняшние демографические проблемы в значительной степени, конечно, связаны с употреблением алкоголя. Потому, как мы понимаем, алкоголизм ведет и к неизлечимым болезням, прежде всего, сердечно-сосудистой патологии, К самоубийствам, к совершению тяжких преступлений, просто к бытовым травмам, которых у нас происходит очень много. И, думаю, что процентов 80, не знаю цифр, это в состоянии алкогольного опьянения. Только недавно на совещании по безопасности дорожного движения мы говорили, что по вине пьяных водителей за 6 месяцев этого года, то есть за полгода, произошло почти 5000 аварий. В них погибло и было искалечено 8000 человек. Давайте в эту цифру вдумаемся. Где еще, в какой стране это есть? Конечно, алкоголь самым пагубным образом сказывается и на воспитании детей. О каком вообще воспитании здесь идет речь? Конечно, никакого там воспитания нет. Я уже не говорю о том, что пьянство является причиной распада тысяч, десятков, сотен тысяч, наверное, в нашей стране семей. Но распад семьи, понятно, каким образом отражается на общем микроклимате. Алкоголизм наносит и огромный экономический ущерб. Это потери от снижения производительности труда, ущерб от пожаров, возникающих по вине пьяных. Другие экономические издержки, перечислять их смысла нет. Мы с вами, люди вполне реалистичные, надеюсь, понимаем, что пьянство является вековой проблемой. За короткий срок его, конечно, не искоренить, но этот путь проходили многие страны. Многие страны. И сколько бы у нас не говорили разных вещей о том, что у нас это заложено в стереотип поведения, о том, что бороться с этим в России практически невозможно, надо признать, что эти страны были в этих вопросах успешны. Сами знаете названия этих государств. И наш, и зарубежный опыт показывает, борьба с алкоголизмом может быть эффективной лишь на системной и на долгосрочной основе. Естественно, нужен целый комплекс мер. С одной стороны, наверное, ограничительных, с другой стороны, разъяснительных, пропагандирующих нормальный здоровый образ жизни. Самое главное, у людей должно появиться желание и возможность вести нормальный, полноценный, здоровый и трезвый образ жизни. И, конечно, всё это может происходить, это аксиома, только на основе нормального уровня жизни, нормальных стандартов жизни в нашей стране. В бедной стране пьянство не победить. Это тоже понятно. Но и рост благосостояния автоматически не ведёт к уменьшению потребления алкоголя. Иногда наоборот. В 90-е годы все мы жили хуже. Алкоголя потребляли меньше. Объективно. Остановлюсь на самых принципиальных, на мой взгляд, мерах. Первое, что мы должны сделать, это остановить рост потребления алкоголя среди молодых людей. Это абсолютная необходимость. Известно, что привычка пить по поводу и без повода может привести к тяжёлой алкогольной зависимости в достаточно короткий срок. Эксперты говорят, что потребление пива и слабоалкогольных напитков растёт прежде всего у подростков. По определённым данным, которые мы располагаем ежедневно или через день, такие напитки пьют практически треть юноши и 20% девушек. Нужно навести порядок в работе розничных сетей и торговых точек. Сейчас в России запрещена продажа алкоголя лицам младше 18 лет, как, собственно, всегда и было, кроме определённого периода, когда алкоголь, как, может быть, те, кто постарше помнят, продавался с 21 года. Но не секрет, что это требование часто игнорируется, чего не было в советские времена. Считаю, что ответственность за подобные правонарушения должна быть ужесточена. Продажа алкоголя несовершеннолетним лицам недопустима. Вспомните, какие скандалы происходят за границей по этому поводу. Обычно все СМИ сообщают, а у нас? Кто не подойди, с лёгкостью продадут или бутылку водки, или пачку сигарет. Раньше хоть в советские времена паспорт спрашивали. Вторая вещь. Всё чаще звучат предложения об изменении подхода к регулированию производства и оборота пива и так называемых слабоалкогольных напитков. Предлагается распространить на них общие принципы регулирования и те же ограничения, которые применяются в отношении крепких напитков. Это может повлечь различные последствия. Их необходимо будет нам просчитать. Но решения, какие-то решения в этой сфере, действенные решения, нам принимать надо. Давайте это обсудим. Это касается и запрета на торговлю вблизи школ, вузов, спортивных и досуговых центров. Это касается и требований к торговым помещениям, где они могут продаваться. А также ограничений на рекламу таких напитков. Я считаю, что эти предложения очень серьёзны. Они, ещё раз подчеркну, требуют тщательного анализа, достаточно подробного обсуждения. Именно поэтому мы в таком составе здесь и собрались, в том числе в присутствии или с участием, скажем так, глав субъектов Федерации. Третье, что хотел бы сказать, жизнь уже доказала, одними административными запретами проблему не решить. Это абсолютно очевидно. И самое пристальное внимание должно уделяться профилактике алкоголизма, в первую очередь молодёжной среде, о чём я уже сказал. Делать это нужно на новом, на современном уровне, с использованием всех возможностей системы образования и средств массовой информации, учитывая интересы и психологию молодых людей нового поколения. То есть здесь нужно работать без набивших оскоминов шаблонов и, естественно, привлекая к такой работе самые разные общественные организации. Субтитры создавал DimaTorzok Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.